И всем привет, с вами Ростиксон, сейчас покажу как отслеживать кошельки каких-то китов. Что нам для начала нужно сделать? Самое простое, самое лёгкое. Начнём с этого. Мы выбираем, каким блокчейном мы взаимодействуем. Я покажу на одном примере, на других будет аналогично. Давайте начнём с... Вот сайт DexScreener, его можно найти в гугле, либо там по ссылке в описании под видео, либо в чате у меня уточнить, да? Мы выбираем блокчейн, а именно бейс. То есть вы можете торговать на всех вот этих, я показываю на примере бейса. И также на примере рандомной монеты. Смотрите, мы заходим, выбираем, ну, плюс-минус монеты, которые отстрелила, на которых есть иксы. Желательно какую-то известную, да? Там какой-то... Вот, допустим, сейчас ищем на бейсе, ищем-ищем, пока ничего не вижу. А, вот монетка Миглз. Так, с монеткой Миглз открываем её. Для тех, кто не знает, монетка Миглз там выросла в 10 раз. И кто её покупал в самом начале, тот заработал. А что значит покупал в самом начале? Значит, он как-то узнал о ней, и плюс купил на большую сумму, и продал, когда она выросла. Наверное, это не случайно, да? И мы заходим во вкладочку Топ Трейдерс. Топ Трейдерс. Заходим. Видим, да, график как жёстко вырос. Топ Трейдерс. Окей, мы зашли, и видим у человека ПНЛ 470 тысяч долларов. Другого 420. Сейчас потищу музыку сделаю из себя. Лучше другую поставлю. Вот, уже нормально. Так вот. Смотрите, у него ПНЛ 220 тысяч долларов. Нормально это? Да, нормально. И мы видим, на сколько он купил, на сколько продал. Вот этот тип сделал 5 иксов. Как будто, знаете, ну такое. Не супер круто. А вот если тип сделал 10, 20 иксов, да, допустим. Купил на 50, продал там на 200. Так у него ещё 100 ПНЛ осталось. То есть у него вообще денег много, да? Мы просто берём и нажимаем вот сюда. Посмотрите в транзакциях. Ждём. Всё, у нас теперь есть адрес человека. Вот конкретно такого, который там сделал какой-то большой ПНЛ и так далее. Итак, собираем, ну, сколько адресов. Не знаю, адресов 20. Вам нужно собрать таких. Вот вы вот так вот 20 кладов таких сделали. У вас есть, допустим, вот этот тип, вот этот, вот этот. Пофигу, можете вообще первые 20 просто взять. Да? После того, как вы первые 20 сделали. Сделали, да? Копируйте адрес. Адрес скопирован. Переходите теперь. Эзердроп. Будет ссылка в описании. Что такое эзердроп? Это трекер кошельков. Угу. Заходим в папку... Точнее, заходим просто эзердроп. Видим меню. Волец. И добавляем «Добавить новый кошелёк». Да? Нажимаем «Добавить». И смотрите, тут главное не тупить. Если вы тупите уже вот на вот этом моменте, как добавить новый кошелёк, когда вот уже есть всё, то, возможно, вам не стоит торопиться во многом, да? Вот. У меня уже 20 кошельков добавлено, мне не позволяет добавить. Теперь давайте вообще как-то приведу некий инструментаж по боту. То есть, у нас есть 20 кошельков. Их вы можете назвать вот как удобно. Видите, я кошек назвал просто «Кошка-1», «Кошка-2», «Кошка-3». И какие-то я, кстати, удалял, например... Ну, сейчас вам чуть позже покажу. Ещё, допустим... Хорошо, идём дальше. И нам каждый раз показывают, допустим, когда «Кошка-2» на бейзе, на блокчейне, получила столько-то мигглсов, отправила 10 эфиров. Что это сообщение означает? То, что он отправил 10 эфиров, получил мигглсы. То есть, что сделал? Обменял свои эфиры на мигглсы. Да, если бы наоборот было «ресив 10 эфир» и «сент мигглсы», то он бы продавал. Поняли, да, смысл? Но это не очень интересно, потому что он трейдится на монете. То есть, такие транзакции мы просто пропускаем. Окей, идём дальше. Я постараюсь вам что-то интересное найти. Вот, например, «Кошка-2». Ну, он продаёт, видите, Нихона. Опять неинтересно. А вот тут интересно. А, нет, Пеппи Кит купил... Кстати, Пеппи Кит купил монетку на 128 долларов. Хорошо, к ней перейдём дальше. И вот так вот мы наблюдаем все транзакции. Что вот люди делают вот эти, да? Наша задача... Это найти, например, когда человек, у которого уже до этого есть большой опыт, когда он покупает где-то вот здесь, где-то в начале какую-то монетку с малой капитализацией. То есть, ну давайте на примере вам покажу. Допустим, вот... Вот эта монетка, Аспи. Мы берём, копируем... Как происходит ресёрч? Мы берём, копируем вот этот адрес. И заходим вот сюда. И начинаем в поиске смотреть, что это за монетка вообще. То есть, стоит ли её брать. И вот сейчас на примере этой я скажу, как я лично действую. Ждём пока. Загрузка загрузится. Куда нам торопиться? А она почему-то не загружается, да? Нормально вообще, нет? Как будто странно. Буду странно. Ну, можно с другой монеткой попробовать, но... Как будто это плохой знак. Или монетка в самом начале. А вот она, Аспи. Смотрим. Маркет капа 1 миллион долларов. Ну, как будто есть куда расти, да? Смотрите, а как выросло, да? То есть, если вот киты обычно покупают в начале. Если быстро-быстро за ними повторить, то окей. Но опять же, вы должны понимать, что это на эфире. На эфире комиссия 10-20 долларов. Поэтому эфир можно просто вот как насмотренность. То есть, просто смотреть, наблюдать за китами. Это тоже интересно. Что-то вы получаете. Какую-то насмотренность по щиткам. Угу. Дальше теперь... Ну, вот эта монетка неинтересна на данный момент. Почему? Потому что она уже выросла плюс-минус. Она на эфире. То есть, и так далее. Но. Это все может быть... Но, допустим, вот кто там купил Аспи? Я забыл уже. Мы берем. И, допустим, вот человек, да, купил какой-то. Вот он, Кошка 2. Вы можете еще его проверить. То есть, вот он покупает. Там что-то вы берете. Вот. И копируете его адрес. Который вы добавляли. Окей. Копируете. И переходите на сайт Дебанка. Что такое Дебанк? Тут видно, сколько у человека денег на кошельке. В каких сетях. Давайте рассмотрим на примере моего кошелька. Вот тут что-то есть. Да. Там-та-та-там. Там-та-там. И можно все детально рассмотреть. Хорошо. Теперь смотрим человека. Вот он. Кита, которого мы отслеживаем. Смотрим, что у него 820 тысяч долларов. Действительно, это кит. Для крипты это мало. Окей. Для щитков сойдет. Смотрим, что у него большинство в бейсе. И большинство в миглсе. У него там есть еще какие-то монеты. Вот Аспи он купил. Видите? Аспи он купил. У него Аспи на 19 тысяч долларов. А как будто он покупал. Давайте вот сейчас просто посмотрим. Аспи. Он покупал Аспи на сколько? Ну, где-то на 9 тысяч долларов. Видите? У него уже в иксах Аспи там более 2 иксов. Он ее не продает. Вот. Что это может нам... О чем это нам может сказать? То, что Аспи, возможно, будет еще расти. Потому что он еще не продал. Он ждет цены выше. То есть, как бы... Но... Вот, смотрим. Здесь также можно посмотреть транзакции. Какие-то вот... Фильтер скам. То есть, дебанк удобная штука. Знаете, когда вот... И также вот из этого бота вы можете проверять, удалять кошельки, добавлять новые. Добавлять из новых монет. То есть, не только миглс. А также найти на другом блокчейне какую-то... Ну, вы тут помните, когда я делал... То есть, тут посмотреть, что чел делает в плюс. Он вообще торгует в минус. Что еще я вам хотел сказать? Ставьте лайки, потому что это помогает при движении видео. То есть, прям, ну, это нужно. Реально, да. Лайк нужно поставить. Хорошо. Теперь у меня есть мой Телеграм-чанел. Да? Где я со 100 долларов хочу разбогатеть. В общем-то, тут можно посмотреть, как я флипаю в минус пока что на щитках. Но со 100 долларов у меня уже 350 долларов. Реально такого. И сейчас я потихоньку покупаю, допустим... Мелон, посмотрим. Опа, 1.6 растет. Угу. Ха-ха-ха. Так, что-то я сбился с мысли. А, также смотрите, что еще нам можно отслеживать вот в этих кошельках. Нам в идеале еще отслеживать не только китов, а еще каких-то людей, допустим, известных. А вот мы заходим в вкладочку «Интересно». Интересно, что это за вкладка? Это лично вот те каналы, которые интересны мне, за которыми я наблюдаю. Которых я уважаю. Вы можете там вступить в мой чат, попросить ссылку на эту папку. Я вам скину. Допустим, вот тот же... Смэш. Сейчас мы его найдем. Вот он, Смэш. Он тут пишет про то, как покупает щиткоины. И можно следить прямо за его кошельком. То есть, смотрите, он напишет в свой паблик, да, что купил какую-то монету. Напишет. Ну, он напишет и через 2 минуты после покупки. А следя за его кошельком, мы это сможем сделать раньше, да. И так далее. А кто-то вообще может не написать, что он что-то купил, да. Потому что, допустим, Смэш иногда может купить на какую-то копейку. Если он там не уверен, условно, в коле, ну или просто не хочет, как бы, это показывать, то он это вообще не напишет в паблике. Да, кто-то вообще не пишет о своих покупках в канал. То есть, поэтому, если у вас есть такая возможность, если у вас есть такая возможность, то наберите максимально много кошельков, которых вы считаете прибыльными. Не знаю, там ваши друзья, знакомые пабликов. И вставьте их, да, и следите за ними. Теперь вот сейчас тут PepeKid что-то покупал. Мне интересно, что. Вот он, вот, прям в эфире. Смотрим, вот как я это делаю. Копирую. И смотрим, что это за монетка. А, теперь скажу, почему вам стоит подписываться на мой Тиграм канал. Пока вот мы смотрим челика. Я там вообще показываю все свои сделки. То есть, закидываю... То есть, все, что я потратил, да. Я закидываю каждую свою сделку в свой Тиграм канал. Смотрим, вот тут ликвидность вывели. Значит, повторять за этим было так себе. Моментик. А, еще каждый раз проверяйте на токен снифере. То есть, это проверка на... Вот, допустим... Сейчас... Токен снифер, это проверка на валидность монеты, скажем так. То есть, как проверить монеты, они ханипотли и так далее. Конечно, бесит. Ну, вы тут вкладываете... Вот, вон, к Америке смотрим. Видите, 0 и 100. Он пишет, токен нельзя продать и все такое. То есть, вот. Ну, пишет 0 и 100. То есть, не надо покупать монету. В идеале вы так должны сначала посмотреть, потом проверить низкам ли монеты. Видите, я сразу понял, что... Теперь заходим вот в мой канал. А где он? Где мой канал? Окей. Я со 100 долларов хочу стать долларом-миллионером. Угу. Услышали. Услышали. Я просто пишу сделки вот до миллионера. Хэштег, видите, 28 сообщений. Каждый раз, когда я что-то покупаю, продаю, я вот пишу об этом. Например, вот купил монету Муму на Солане. По такому-такому. Например, купил монету Тайм и так далее. Это все я пишу в своем Телеграм-канале. А также у меня есть чат очень удобный. Сейчас покажу. Так, меня тут тегают. Вот, видите, там... Тут у меня очень удобный чат. То, что можно, видите, закидывать контракт токена. И сразу он будет показывать ликвидность, ФДВ, еще что-то интересное. Вот, я сам этим пользуюсь. Допустим, я тут... Пишу еще, закидываю, допустим, в канал. Я не могу закинуть какие-то лутки. Ну, условно, я их закидываю в чатик. Или просто вот даже, знаете, закидываю какие-то интересные моменты, которые там для паблика пока слишком, чтобы в щитпост не превращать. А для чата идеально, поэтому заходите и в чат, и в канал. Ну, тут такие моменты. Что еще вам могу сказать? Также еще есть вот Solana, Wallet, TrackerBot. Все вот эти ссылочки будут по ссылке в описании видео. А также, если у вас есть какие-то вопросы, то заходите конкретно в чат, и там я на них отвечу. Только, если вы адекватны, окей. Что еще добавить? Ну, как-то так. Также вы еще там, ну, вы сами, думаю, разберетесь. Можете там, допустим, отслеживать кошельки только от 100 долларов транзакцию. Ну, кстати, трючок кайфовый играет сейчас. Я прям... Я его себе добавлю в музыку. Как-то так. Кстати, уже 14 минут мы с вами разговариваем. Довольно много. Сейчас, что еще добавить на большом экране? Напишите, сингулярные гориллы правят миром, если вы досмотрели до этого момента. Просто, комменты, лайки нужны прям, потому что YouTube очень сильно их продвигает. Вот, как-то так. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...